Ну а о безопасности продолжим разговор. Теперь в нашей студии представляем вам нашего сегодняшнего гостя. Это руководитель компании Lux Express в Латвии Кришьянис Рейтис. Добрый вечер. Добрый вечер. Телефоны прямого эфира в нашей студии 67200-232. Мы очень ждем ваших звонков. И хотелось бы у вас спросить, дорогие телезрители, а вот вы, интересно, пристегиваетесь, находясь в общественном транспорте, или же нет? Спросим мы и у вас, Кришьянис, а вы пристегиваетесь в общественном транспорте. Вообще, для чего, на ваш взгляд, это нужно делать? Это обязательная мера или это все-таки рекомендация? И правильно ли то, что это рекомендация? Нет, в Латвии тоже это не рекомендация. Это просто не так, что ремень там есть. Ну, если хочешь, тогда пристегнись. Если нет, тогда, пожалуйста, нет, это твой выбор. Нет. Закон говорит так, что если ремень безопасности оборудован на сиденье, тогда это обязательность пассажира пристегиваться. Но если штрафа нет? Штраф есть. Кто сказал, что нет? То, что полиция на данный момент эти инспекции как бы не делает так много на дорогах в Латвии. Это один вопрос. Но если остановили машину легковую, тогда на заднем сиденье, в котором пассажиры сидят, тоже штраф есть, только он идет водителю. Это закон Латвии, просто на данном моменте он как генеральный сделан. Он, если всю обязанность берет водитель автотранспорта, и у нас не положено так, что легковые машины и автобусы. Например, в Эстонии там уже немножко дальше этот закон уже поступил, и там сказано, что легковые машины, да, водитель машины берет ответственность за те, которые есть его пассажиры. Потому что откровенно никто не сядет в машину, если водитель не спросит. Так что ты знаешь эти пассажиры, ты берешь ответственность. Ну, в автобусе водитель один или два они, ну, пассажиры это чужие люди, это пассажиры, которые пришли, чтобы ехать в Таллинн, Санкт-Петербург, Москву. И он не может брать полную ответственность. Да, он может сделать информацию, он может проверить, он может подойти и спрашивать, пожалуйста, пристегнись. Это твоя безопасность. Это не только пассажиры, которые не пристегнут. Это остальные люди. Потому что я, по идее, этот один, который не пристегнут, он может сделать большой ущерб для всех. Даже тем, кто пристегнут. Конечно, конечно. Потому что в машине, если на заднем сиденье кто-то не пристегнут, где он может, как бы, пойти, так сказать, до впереди машины. То есть при столкновении он просто вылетает вперед, и, соответственно, он наносит большую травму впереди сидячему. Да. Но сколько это? Это метр. Это два метра. Автобус. Это 15 метров. Он про столкновение, он может лететь эти 10, 8, 15 метров, и там по дороге не один. Может быть, там 15, может, 20 человек, которые он может со своей не сделанной процессом пристегниться. Он может... Вредить всем остальным. Давайте продолжим после того, как примем телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я хотела бы поинтересоваться, почему в автобусах очень часто ремни не в порядке? Вот и хотели бы пристегиваться, да? Ремни не всегда позволяют это сделать. Да, я хотела бы. Когда они в порядке, я пристегиваюсь. Спасибо большое. Там впереди сижу, потому что я инвалид. Спасибо за звонок. Вот так вот. Да, я думаю, что это бывает. Люкс Экспресс, взгляд на это очень серьезный. Безопасность – это приоритет номер один нашей компании. И это не только ремни безопасности. Ну, про ремнях – это проверять их. Это перед каждой поездкой. Проверять должен водитель? Да. И, конечно, когда автобус приедет обратно в базу, это тоже пройти и пересмотреть, чтобы они все не просто там есть, да, как, может быть, кто-то видит, да, ремни там есть. Но чтобы она работала. Проверить, если есть контакт, если она действует. И если что-то мы видим на дороге, что да, что-то не так, тогда мы пересаживаем пассажира. Конечно, это без вопросов. Если что-то происходит в базе, это, ну, полчаса, и проблемы больше нет. Потому что мы сразу это делаем. Вопрос, конечно, в других автобусах. Это не только, что не работает, но все равно есть автобусы, которые на данном моменте вообще не имеют ремни безопасности. И такие тоже есть на сегодняшний день. Такие есть, да. Это, может быть, не международные, но не эти городские, но между региональные. Например, в Латвии, если поехать в Цесис, например. Какая ситуация? В всех автобусах есть, все работает, все там положено, как надо. Я не думаю. Я знаю, что есть автобусы, где ремней безопасности даже нет. Такие автобусы вообще имеют право курсировать, в которых нет ремней безопасности, если закон требует от пассажира быть пристегнуты? Закон говорит, что если сидения оборудованы ремнями безопасности, они должны быть использованы. Они не говорят, что 100% они должны быть. Там, я думаю, что еще есть где нам брать информацию и сделать получше. Я думаю, если я еду на автобусе или на легковую машину, я чувствую себя не в порядке, если нет времени безопасности. И ехать в Уолайне, например, тоже, очень маленькой этой дистанции, или на Лиапае, большая приездка, 3 часа примерно. Я думаю, что это без вопросов, что автобусы там должны иметь ремни безопасности. Давайте поговорим еще с одним нашим телезрителем, дадим вам право высказаться. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Мне вопрос такой был интересный, что послужим вашу передачу. Я сейчас звоню в данный момент из Стокгольма, и также в многих странах других я бывал, хотя бы и сам житель Латвии. И суть-то в такой, что вопрос задается в том, что любые автобусы, которые, не только автобусы, там также есть написано, что стоящих мест столько, стоящих мест столько. Извините, разве когда стоящим тоже положено пристегиваться? Я думаю, что в данный момент этот вопрос поднят таким уровнем, что лоба это будет ослабливаться. Каукаду пристегиваться, да? Ну, да, ответьте, пожалуйста, уничтожьте все стоящие места. Стоящие места, да. Хорошо, спасибо за комментарий, за вопрос. Мы вас поняли, но действительно вот такая немножко странная выходит ситуация. Хотя, казалось бы, те, кто сидит, как мне кажется, находятся в большей безопасности, чем те, кто стоит, даже если они и не пристегнуты. Да, ну, тогда нам надо смотреть на автобус, где есть вообще стоящие места. Это не, я думаю, что это не региональные автобусы, это не международные автобусы, это и городские автобусы. Почему там есть место, где стоять? Потому что это дистанции, опять, что мы проезжаем, это может быть одна остановка, две остановки. И там не все может садиться или даже не надо это. Это три минуты ехать. Ну, автобусы, которые едут в Таллинн или Санкт-Петербург, ну, там нет вариантов, что есть стоящее место. Эти большие автобусы, которым едем мы в Люкс-Экспрессе, там даже от завода не идет такой возможности, что поставить, что есть стоящие места. И тоже ЦСДД это все проверяет, потому что вся эта информация, если есть, сколько есть сидящих мест, сколько где стоять, это все идет от завода, это сертификаты, это все показано. И я думаю, что этот вопрос только имеет значение на городской транспорт. Да, я тоже думаю, что наш телезритель все-таки имел в виду городской транспорт, в виду общественный транспорт. Но, тем не менее, вы как представитель транспортной отрасли, вот вы согласны с таким недоумением нашего телезрителя? Ну, что это за ситуация такая немножко? Я про это тоже, да, думал. Ну, там, на данном моменте я бы сказал, что мне не было бы правильный вариант, как там должно сделать. Потому что городской транспорт, он едет, ну, больше, меньше 30-40 километров в час. Если есть столкновения, конечно, чувства очень, как мы видели в видео. Как мы видели в сюжете, 7 километров в час. 7 километров в час, да. Ну, если бы вы ехали на городском транспорте и стояли, держались бы вы где-то? Конечно. Да. Потому что мы уже думаем, что может быть, или мы думаем про столкновение, да, но мы думаем про резкие тормежения или какие-то маневры. Но вот мне кажется, что как раз-таки мы и не думаем, когда едем о том, что может быть резкое столкновение. Мы просто держимся. А если это резкое столкновение происходит, то мы, как правило, к нему оказываемся не готовы, из-за чего и происходят вот эти ситуации в общественном транспорте. Ну, да, ну, это городской транспорт, там надо смотреть. Если это стоящие места, там всегда должны пассажиры быть те, которые думают, что есть возможность ситуации на дорогах, даже если водитель хороший, профессиональный. Ну, ситуации происходят, и надо быть готовым. Ну, вот говоря об этих ситуациях, допустим, есть такая ситуация, общественный транспорт попадает в дорожно-транспортное происшествие, страдает, получает травмы пассажир. Билет, который он купил перед этой поездкой, является ли страховкой на тот момент, если общественный транспорт попадет в ДТП? Если мы говорим по городской транспорт, тогда я не имею ответа. Там надо посмотреть, и про это я не знаю. Если мы говорим по люкс-экспресс, да, это не только что... Главное, да, билет. Мы знаем, что это наш пассажир. Автобусы имеют страхование. Все страхования, которые должны быть по закону, это отста. И у нас тоже, конечно, каска, но у нас есть дополнительные страхования, если, не дай бог, происходит что-то на дорогах, и это по всю нашу группу. Давайте примем еще один звонок от наших телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем. Да, добрый вечер, ведущим. И я сказать по безопасности, вот с этими пристегиваниями, вы отстали на 50 лет, надо думать вперед. И второе, посмотрите в морском транспорте. Если все будем пристегиваться, ну, возьмите, тут же сообщение. Там нет ни радаров, судов больше, чем машин, представляете. Вот я еду, шофер советская, да, еду через Добел, и я не могу до той скорости поехать. Меньше. А есть места, где катание увидишь, людей нету. Написано 50. Я уже содержу, содерживаю полицию вашу. Извините за мою скорость. Спасибо за откровенный комментарий. Ну, вот говорят, отстали мы на 50 лет. Ну, это не просто мы отстали на 50 лет. Нам просто надо думать про себя и других впервые. Нам надо понять, что безопасность... Конечно, это не кончается, где ремни безопасности стегнутые. Это первый момент, нам надо думать впервые, что это надо делать. И это не только для нас, это для остальных, которые вокруг нас. Надо думать про завтрашний день. Но, конечно, в компании мы тоже смотрим ремни безопасности. Очень маленькая часть безопасности вообще. Это, конечно, тоже водитель, который за рулем. Мы следим за его, как он едет, если он смотрит на дистанции, какие маневры он делает, какие бреймзэшнс, остановки, если все сделаны, как сделаны, как резко. Это очень большой комплекс безопасности. И самое малое, что могут сделать сами пассажиры, это хотя бы просто пристегнуться. Конечно. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Нашим телетрителям напомним, мы сегодня говорили о безопасности. О безопасности в транспорте. У нас сегодня в гостях был руководитель Лукс-Экспресс Криш Янис Рекис.